Привет всем! И это еженедельный разбор поста из Инстаграма. Или готовимся кайлс, сидя в Инстаграме. Сегодня у нас дебютант. Это аккаунт газеты New York Times. Я только недавно открыла его для себя. Почему он крутой? Ну, потому что сама газета очень известная, well-established, очень уважаемая, и их аккаунт в Инстаграме тоже им соответствует. И копирайтер, естественно, у них тоже такой же гениальный, как The Economist или Guardian, или даже лучше. Что мне нравится больше в этом аккаунте, чем в других, которые я только что перечислила? Это комментарии. Мне кажется, там публика довольно интеллектуально собирается, и в комментариях очень много классных предложений. Я уже даже не говорю о языке, который используют комментаторы. Очень круто! Это то, что вам поможет поднять ваш уровень языка и заработать ту самую восемь или девять за разговорную часть или часть Writing Examina IELTS. Если вам это видео нравится или вам показалось оно полезным, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь, если вы хотите видеть еще больше таких видео. И пишите ваше мнение в комментариях. Может быть, вам понравилась тема сегодняшнего поста? Или вам понравились языки, какие-то особые выражения, которые вы там увидели и, возможно, которые я не заметила? Обязательно пишите об этом. в комментариях. Мне всегда интересно их читать. Но еще все это очень здорово меня мотивирует делать больше видео. Начнем. Britain's sparsely populated offices have put the economy in a quandary. Уже в первом предложении наш гениальный копирайтер показывает нам класс. Sparsely populated. Прекрасное выражение, которое поможет вам поднять ваш уровень языка и вместо, ну, например, few people сказать sparsely populated. То есть это выражение, это синоним, there are a few people somewhere. Обычно так говорят про какую-то территорию, территорию страны иногда. Но здесь мы говорим про offices, которые sparsely populated сейчас, потому что там очень мало работников. To put the economy in a quandary. Здесь все прекрасно. Естественное слово quandary — это какая-то непонятная ситуация, в которой вы не знаете, что делать дальше. Как раз очень хорошо описывает ситуацию сейчас в связи с пандемией и с тем, как компаниям работать. Это синоним, в общем-то, к difficult situation. Только если напишите quandary, это даст вам бонус очки за язык. И тоже глагол здесь классный to put somebody или something in a difficult situation, то есть поставить кого-то в неловкое или в затруднительное положение. По-русски мы говорим поставить, а по-английски мы используем to put. Before the pandemic, 500,000 people commuted daily to the city of London. But now offices are operating at only a fraction of previous capacity. To commute — это ездить на работу, причём ездить каждый день. Если вам, например, задают вопрос на speaking, what is your daily routine? И вы говорите, I go to work every day and it takes me three hours. Это хорошо, но это примерно уровень, окей, intermediate. Возможно, даже pre-intermediate. А чтобы поднять вашу планку чуть-чуть больше на уровень up, intermediate, скажем, лучше сказать, I commute daily and my commute takes around three hours. Three hours is a little bit too much. Probably an hour. Yeah, that's an average commute. А ещё, если вы каждый день ездите на работу, то вас можно назвать a commuter. В русском языке нет эквивалента этому слову, поэтому вместо того, чтобы нагромождать очень много прилагательных, чтобы описать, что вы делаете каждый день, вы можете просто одним словом это изменить. To operate здесь употребляется в значении to function, то есть работать. Так что никаких work, а operate. At a capacity. Обратите внимание на предлог, если уже знаете слово capacity, что означает мощность. Если на русском мы говорим не в полную мощность, то на английском это at. Only a fraction. Лишь малая часть. Супер выражение, вместо того, чтобы говорить a little bit, например. Можно сказать only a fraction, и это будет совершенно другой, качественно другой уровень языка. И ещё это выражение можно использовать в описании графиков. Clothing retailers. Просто хотела сказать, что именно это выражение можно использовать вместо пресловутых shops, потому что почему бы и нет? Потому что retailer, опять же, это немного другой уровень. Neighborhoods. Заметьте, как здесь написано это слово. Это американский спеллинг, потому что в британском английском в слое neighbor всегда есть буква you. Я заметила это тогда, когда писала текст этого видео, и Word мне постоянно подчёркивал это слово как неправильное, потому что у меня в настройках поставлен британский английский язык. Напоминаю, если вы начали использовать британское или американское в написании слов, то продолжайте использовать то же самое написание, то есть тот же самый спеллинг. Потому что если вы начали с американского, а потом перебили английский, то есть британский, у вас могут быть проблемы, и это может быть засчитано за ошибку. To be packed with. Пафосный синоним для to be full of something. То есть to be packed with — это означает, что там какое-то большое количество чего-то. В данном случае у нас neighborhood that is packed with offices. То есть там много офисов. Как ещё можно использовать это выражение? Мы можем сказать, например, underground is packed with people. То есть метро заполнено людьми. И в Англии очень часто можно услышать underground is packed today. Или the pub is just packed today. Что уже будет понятно, что pub или метро заполнено людьми. И вам даже не надо говорить with people. To be starved of something. Тоже классное выражение. Здесь слово starve в оригинале это слово обозначает голодать или быть очень голодным. Оно употреблено, естественно, в метафорическом смысле. То есть в переносном смысле. И означает оно здесь отсутствие чего-то. То есть a lack of something. Но будьте осторожны. Я бы не употребляла это слово в эссе, потому что это слишком эмоциональное слово. Эссе у нас напоминает академический стиль речи. И метафоричности, и, не знаю, каких-то переносных значений там не должно быть. Но в вашей speaking path это слово смотрелось бы прекрасно. Словы shut активно игнорируются студентами и людьми, которые изучают английский язык. Потому что все привыкли к slow closed. Я напоминаю, что слово close можно использовать сотни тысяч раз. Но в избежании повторения, это тоже учитывается экзаменатором при выставлении вам баллов, употребляет все слова shut. Но опять же, я бы им воспользовалась именно в speaking path. Britain relies on consumer spending to fuel economy growth. As a response, the government and business lobby are urging people to return to their offices, pressuring civil servants to set an example, and in turn, spend more money on food and travel, and in city-center shops. To rely on... Классика жанра. Это полагаться на кого-то, или рассчитывать на кого-то, или на что-то. Consumer spending. Супер выражение, когда вы хотите сказать, что people spend a lot of money, или people spending. Вообще слово people, скорее всего, вы будете употреблять много-много раз в МСЭ. Не забывайте, что так как слово people универсальное, есть риск того, что вы его будете повторять очень много. Поэтому почему бы не употребить слово consumer там, где его можно употребить, то есть, когда вы имеете в виду people, которые покупают что-то, человек, который покупает что-то. To urge someone to do something. Классное выражение. Это такой мягкий синоним выражением to make somebody do something, или to force somebody to do something. То есть, это как бы не заставить кого-то, но настойчиво попросить кого-то что-то сделать. Очень часто здесь употребляется это слово, когда, например, что-то не требуется законом по выполнению, но правительство настойчиво вас просит это делать. Например, до того, как ношение масок в магазинах здесь стало законом, очень часто можно было услышать в новостях the government urges you to wear face coverings. Так как сейчас закон, сейчас везде объявление использует слово must. You must wear a face covering to enter the shop. Civil servants. Вам пригодится, чтобы заменить тех же самых людей, то есть people, когда мы говорим о работниках государственных компаний, то есть госслужащих. И опять же, очень классное слово. Это чтобы не говорить people who work for the state, people who work for the government, или people who work in state companies. Чтобы избежать всего вот этого многословия, можно просто сказать civil servants. To set an example. Подавать пример. Mind you. Уметьте разницу между давать пример, to give an example, и to set an example. To set an example – это подавать пример, подавать модель для поведения. Pressure someone to do something. Это очень связано с to urge someone to do something. Pressure, то есть давить на кого-то, чтобы кто-то это сделал. Это вроде нашего добровольно-принудительного. Знаете, как школьные субботники, на которые как бы надо идти, но это не обязательно, но надо идти, потому что если ты не пойдешь, то классные тебя уничтожат. So they're pressuring you to clean the yard. Intern, в свою очередь. Здесь все просто. Главное не забыть, что в русском языке у нас есть место имение «свою», а в английском ничего нет. The people are just not coming back, said Robert Cain, who has worked at a dry cleaners and she repair business in the city. for the past six years. Half of the people have left the offices. I'm watching them evacuate daily. Тут бы я увидела слово «to evacuate». В данном случае это не эвакуироваться в какой-то чрезвычайной ситуации, а просто сворачиваться или увозить вещи в связи с окончательным закрытием или с переездом компанией в более дешевые улицы. The pandemic has raised questions about the entire nature of the office economy. Many companies have discovered that they can function productively with their employees working at home. Other companies aren't in the mood to ask workers to risk boarding and crowded trains or buses to return to the office. The role of the office could substantially change as companies consider how to make some or all aspects of remote working permanent. The entire nature of something, то есть вся суть чего-то. Прекрасное выражение можно использовать и в «сэ» и в «спеке». To function productively – это то же самое, что to operate efficiently. И это тот момент, когда вы хотите сказать ваше pre-intermediate to work well. Не говорите это и не пишите это, а вместо этого напишите to function productively. To be in the mood to do something – быть в настроении что-то делать. В данном случае мы говорим про компании, которые в настроении что-то делать. Это метафорическое использование, поэтому это выражение идет у вас в «спеке», но не в «сэ». To risk doing something – не забываем, что здесь у нас герунди после риск, то есть инковое окончание глагола. Doing something. Substantially change – это ваше advanced level выражение a big change. Так что вместо того, чтобы говорить big, лучше скажите substantial. В данном случае мы используем наречие, потому что у нас есть глагол, да? Поэтому substantially change. Remote working – это удаленка, то есть работаете с дома, заметьте никакого distance working или что-нибудь такое вот из серии руссо-энглиша. Именно remote working или to work remotely. I have massive empathy for the people who are working from home, said Christian Baker, who manages a coffee shop across the street from a London train station. I understand why you wouldn't want to come in when you can't do your job remotely. The problem, he added, is that we're in the position of serving them. Ну, здесь классно, но здесь нет таких особо интересных выражений, я бы сказала. Все довольно известные и понятные. Ну, возможно, to have empathy for someone, то есть сопереживать, сочувствовать кому-то. Классное выражение. Можно использовать и в эссе, и в speaking. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если так, то обязательно поставьте лайк. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. И мы увидимся с вами очень скоро. Пока. Пока.